Привет, ребята, это Настя. Сейчас 8 утра, и я уже целых 70 минут пытаюсь записать это видео. На этом моменте Илья из тренинга по финансовой трансформации сказала бы мне, что мне надо прокачать в себе носорога, что значит, что мне нужно забить на свой перфекционизм и просто сделать это как есть, что я пытаюсь сделать. А вообще подробнее я вам расскажу через пару недель про этот тренинг, потому что я полна эмоций, как обычно. Так как сейчас утро, я тут устроилась со своим завтраком, кофе, который успела снять, пока я все это снимала, а также смузи, это blueberries, это черника и капуста, то, что, не капуста, салатные листья, то, что было в холодильнике, и также тощенный хлеб с маслом и мармайтом. Показываю я вам свой завтрак не просто так, а потому что сегодня, наконец-таки, я сделаю это видео о моем эксперименте 10 дней без сахара. Вообще началось все с того, что в середине мая я посмотрела фильм «Fed Up», с меня довольна, и это фильм о том, как corporate America, в частности, индустрия еды, как в погоне за тем, чтобы больше продать, они в течение десятилетий увеличивали количество сахара в нашей еде, это с одной стороны, а с другой стороны они параллельно лоббировали разные органы, инстанции, которые призваны защитить потребителей от таких действий, в результате чего транспарентность всей этой проблематики, она становилась ниже и ниже, и сегодня мы очень мало знаем про это, я вам приведу конкретные примеры, что это значит. В конце этого фильма они предложили каждому сделать такой private challenge 10 дней без сахара, естественно, я воодушевленная, всем этим тут же взялась за это, и сразу скажу, что без сахара не означает не есть сладкое, это было бы слишком очевидно, банально и неинтересно, чтобы даже делать про это видео, ну, по крайней мере мне, но вся фишка в том, что в фильме рассказывается, что 80% еды не сладкой еды, которую мы покупаем в супермаркете или едим в ресторане, потому что это та же покупная еда в супермаркете чаще всего, так вот, 80% этой еды содержит в себе сахар, то есть мы едим не сладкую еду и даже не подозреваем количество сахара, которое мы едим, и в этом-то есть смысл и был этого челленджа, читать упаковки, понимать, что ты ешь, и ешь без сахара. В общем, в процессе этого эксперимента я продолжила читать про сахар, смотреть фильмы про сахар, и я узнала очень много disturbing фактов, которые я раньше не знала, которыми я хочу поделиться с вами, может, кто-то из вас их тоже не знает. Первое, как я и сказала, добавленный сахар содержится в самых неожиданных местах, это молоко, кефир, йогурт, сосиски, колбаса, соус для пиццы, соус для пасты, суши, везде, но более того, количество сахара в этих, казалось бы, несладких продуктах просто неадекватное. Например, в одной баночке обезжиренного йогурта может содержаться дневная норма сахара, или в одном полстаканчика соуса для пасты, то есть одна порция соуса для пасты. Опять же, дневная норма сахара только из одного этого продукта. Вообще, с тех пор, как я узнала, что в одной маленькой баночке Кока-Колы содержится практически двойная норма сахара в день, я поняла, что никто о тебе не позаботится, никакие, я не знаю, regulation, как бы правила на национальном уровне, они не защитят тебя от всякой ерунды, которую люди могут выпускать и продавать тебе, которая абсолютно-абсолютно нездоровая, и что если ты сам не начнешь делать свой research, читать про это и учить про это, то ты будешь делать, как бы, огромные ошибки в своем питании, которые могут привести к очень плохим последствиям. Кстати говоря, про лоббирование и про то, как разные органы, призванные нас защищать, не защищают. Хороший пример того, если вы посмотрите на этикетку, то обычно пишут все типы веществ, протеины, углеводы и жиры, и написано, сколько в этом продукте от суточной нормы содержится этого вещества, и только в сахаре этого процента нет. Возле сахара нет ничего, потому что когда-то эти компании пролоббировали так, чтобы этих данных там не было. У меня сейчас на камере, на объективе сидит оса. Так вот. Или другой пример, уже много лет Consumer Protection группы говорят о том, что хорошо, если бы в составе продукта на упаковке был отделен добавленный сахар от натурального сахара, который есть в продукте. Например, в молоке содержится лактоза, который натуральный сахар, но также много добавленных сахаров. И было бы классно, если бы ты, как покупатель, мог поднять упаковку и видеть, сколько в нем добавлено сахара. И опять, это что-то, что индустрия не разрешает, не позволяет путем лоббирования денег разным организациям сделать. Третье. Сегодня добавленный сахар имеет десятки названий. И поэтому, даже если ты anal, очень детальный, берешь упаковку и читаешь состав, то, вероятно, ты не узнаешь и половину этих, не распознаешь сахара в половине этих ингредиентов. Грубо говоря, можно запомнить, что все, что заканчивается на OZ, лактоза, цукроза, цукроза, декстроза, мальтоза, это сахара. Но для чего это сделано? Не только для того, чтобы люди не могли узнать, ну, чтобы это не было очевидно, что в продукте много сахара, но также потому, что по регулейшнам, по правилам, в состав пишется в порядке убывающего, то есть от самого крупного ингредиента в этом продукте к более меньшему. Если бы это был просто сахар, то для большинства продуктов это был бы первый ингредиент. А так как это 20 разных ингредиентов, или, например, 3 разных типа сахара в одном и том же продукте, их можно разбить, и таким образом они будут не в начале, а, скажем, в середине, как они в большинстве случаев являются. Более того, за время своего эксперимента я встречала продукты на упаковке, в которых написано No Sugar Edit, и если вы идете в состав, там есть одни из этих других названий сахаров, но на упаковке написано No Sugar Edit. Такие вещи делают меня so mad, так как бы я злюсь на индустрию. У меня такое же отношение, кстати, к индустрии медицины, это совершенно другое, ну, не медицина, а фармацевтики, это совершенно другое видео, но я еще, когда училась в универе, писала в классе, в котором мы тренировались писать диссертации, учились писать академические работы, я брала именно эту тему фармаиндустрии и этические проблемы в фармаиндустрии, и это pretty much the same kind of shit, серьезно. Но это видео не про фарму. Возвращаясь к сахару и к deception в индустрии, обезжиренные продукты заслуживают идеального меншина, потому что, как кто-то сказал в какой-то статье или фильма, если убрать жир из продукта, it tastes like cardboard, то есть это на вкус как картон, и единственный способ опять вернуть вкус этому продукту и сделать его употреблемым, это вбухать огромное количество сахара. Поэтому это так иронично, когда мы берем 0% жирности йогурт, и в нем содержится куча-куча-куча сахара, и кто-то привел аналогичный пример, можно взять пачку сахара и написать на ней, что на 0% жирности. Does it make it healthy? Это здоровый по этому продукт? Нет. Ну а для тех, кто может быть считает, что уж лучше есть сахар, чем жир, surprise! Лично я этого не знала, но оказывается сахар и превращается в жир. В принципе, это не происходит тогда, когда люди едят свою дневную норму сахара, которая, кстати, 6 чайных ложек в день, но абсолютное большинство из нас ест куда больше, и поэтому этому сахару некуда деваться, и тело превращает его в жир. Но это не единственная причина, по которой толстеют от сахара. Еще дело в том, что сахар деактивизирует какой-то гормон в мозгу, который говорит нам, что мы наелись. Таким образом, если начать, например, свою еду с какого-то сладкого напинка, think McDonald's, начать вначале выпить что-то сладкое, а потом начать есть, мы съедим гораздо-гораздо больше, чем мы бы съели без этого сладкого, потому что чувство сытости просто не приходит к нам, потому что наша голова не работает. Ну и под конец не буду занудничать, но, наверное, все знают, что от большого потребления сахара мы чувствуем себя усталыми, апатичными, у нас перепады настроения, у нас понижается иммунитет, быстро стареет кожа, и куча разных болезней и следствия этому, такие как диабет, рак и все остальное, поэтому реально нет никакой причины, чтобы заталкивать в себя весь этот сахар, который нам хотят продать. Возвращаясь к моему лично эксперименту, в течение этого времени у меня не было никаких порывов сорваться или объесться чего-то, и я думаю, что это было из-за того, что, прочитав всю эту информацию, желание сахара отпало у меня само по себе. Мне кажется, тортик, мне кажется, каким-то ядом, я не знаю, в малых количествах нет, один раз в неделю нет, но то, как я ела его один, а то и два раза в каждый день, этого мне абсолютно не хотелось. И вообще, хотя я была на диете лишь единственно в восьмом классе, когда, как и всем подросткам, мне казалось, что моя кожа недостаточно плотно прилегает к моим костям, но, в общем, я никогда, в принципе, с тех пор не была на диете, и я не знаю, что такое вот так вот ограничивать себя сильно, но мой совет для тех, кто, наверное, хочет похудеть, это просто почитать пропитание, почитать с точки зрения не фигуры, а почитать с точки зрения здоровья, и всякие крейлинги и неполезные привычки, мне кажется, отпадут сами в собой, сами по себе, когда вы поймете, что стоит за этой едой. Что касается осязаемых результатов, в первые 10 дней моего эксперимента, когда я очень строго держалась правила не есть сахар, то я не почувствовала никаких изменений, на самом деле, я думаю, что это было просто недостаточно. По истечению этих 10 дней прошло еще 2 недели сейчас, и в эти 2 недели я менее строго слежу за сахаром, например, я ем суши или пиццу, в обоих которых содержится сахар, но, тем не менее, по сравнению с тем, что я потребляла раньше, это значительное понижение сахара в моей диете, в моем питании. И вот в этот период я уже увидела результаты, и главное это то, что у меня очистилась кожа, она стала гораздо здоровее, лучше выглядеть, у меня подтянулось все тело, у меня больше энергии, я меньше хочу спать или могу меньше спать, или раньше встаю, мне проще концентрироваться. Короче, реально я начинаю чувствовать это на себе. Конечно, часть этого, например, как концентрация и энергия, я думаю, также результат тренинга, который я сейчас прохожу, про который я вам расскажу, но, в общем, в целом, это были реально очень-очень крутые 2 недели для меня, когда я могу делать больше, я чувствую себя лучше, я чувствую себя сильнее, я очень довольна просыпаться каждое утро и довольна ощущать себя в своем теле. Самый большой челлендж, с которым я столкнулась в этом эксперименте, было в том, что когда я поняла, что такое сахар, и начала искать его на упаковках, я поняла, что мне реально нечего есть, потому что я практически не готовлю дома, я ем или тейкауты, или ем в кафе, бизнес-ланчи, или я приношу еду домой из магазина, которую надо запечь, разогреть, разморозить, такого плана. И во всем этом огромное количество сахара, как я сказала, одна порция чаще всего дает тебе дневную норму сахара. Но, как бы, нужда рождает новые идеи, и я смогла найти новые варианты со временем, хотя вначале было тяжело. Например, этот завтрак, если раньше бы я съела круассан или тост, и сколько сахара добавленного в тостах, тост с джемом, то теперь я нормально обхожусь полнозерновым хлебом, смазанным маслом с Marmite, наверху им и сверху клубника, и, о май гад, мне кажется, что это прям самый delicious снэк, самый delicious вкусный тост, который я могу сделать. Я продолжаю искать какие-то готовые продукты в магазинах, которые более натуральные и не содержат добавленный сахар. Я сделала сейчас огромный заказ на iHerb на 72 евро. Когда он придет, я обязательно сниму для вас видео и покажу вам, что я купила. Попробую это, скажу, вкусно ли это, и посоветую или не посоветую вам это покупать. Но, кстати, вот этот пример, где No Sugar Edit, это было именно на iHerb, когда я часа два выбирала продукты и выбирала по описанию, а потом читала ингредиент каждого продукта, и именно там у меня был такой опыт. Казалось бы, да, органический сайт с здоровой едой, но да, на упаковке блинчиков No Sugar Edit, там была куча разных других sugars, просто это был маркетинг месседж, так что будьте аккуратны. Вот и все, что я вам хотела сегодня рассказать. Я надеюсь, мое неидеальное видео вам все-таки понравилось, и я смогла прокачать в себе носорога сегодня, то есть довести дела до конца, несмотря на свой перфекционизм. Ай, that's it, guys. По-моему, я уже опаздываю на свою встречу, так что я побежала. Увидимся скоро. Пока. Доброе раннее утро, ребята. Ауч. Субтитры сделал DimaTorzok